Привет, боец! В этом видео уроке я тебе дам несколько упражнений, которые абсолютно разнонаправленные. То есть ты увидишь, как работать на технику ударов ногами со стулом, ты увидишь комбинации на мешке, увидишь, как можно нарабатывать координацию и реакцию с теннисным мячиком. Эти все упражнения я взял из моего онлайн-курса. В этом видео они все в разброс, то есть из разных тренировок, из разных недель. А в онлайн-курсе ребята, который рассчитан, кстати, на 8 недель, ребята получают все упражнения четко, пошагово, каждую тренировочку отдельно расписано от простого к сложному. В общем, более подробно об этом курсе ты можешь узнать и в конце видео, и в описании под видео. Есть на него ссылочки, особенно если ты новичок и занимаешься в домашних условиях, это незаменимая вещь для тебя. Подписывайся на канал, ставь лайк и до встречи в новых видео уроках. Онлайн-курс от новичка до воина Муэйтай за 60 дней. Стань бойцом под моим личным руководством, постепенно продвигаясь от полного нуля до бойца Муэйтай. Ссылка в описании под видео. И последний раунд боя с тенью. Сейчас ты все эти 6 ударов, которые мы делали, 2 фронт-пика, 2 мидл-пика, 2 колена, отрабатываешь по очень спокойном режиме, со стульчиком, старайся так, чтобы ты себя видел, если есть зеркало, вообще отлично со стороны. И работаем по рукам. Левый фронт, правый фронт, мидл-пика, левый, правый, колена, правая, левая. И по кругу фронт, мидл-пика, колени. Вот так работаешь. Третий тренировочный день первой программы. Я тебе покажу третий раунд работы с мячиком. То, что ты еще не видел, не знаешь. Это довольно сложная такая работа. Сейчас задача бросать мячик и разворачиваться прыжком на 360 градусов и словить мячик. У меня самого это не всегда получается. Но задача какая сейчас? Не сразу ловить мячик от стены, а так его стукнуться об пол. То есть он сначала бьется об пол, потом его ловим. И как это все делается? То есть ты бросаешь мячик прыжком на 360 градусов и старайся сварить мячик. Будешь часто прыгать, может немножко голова кружится, да, будет водить немножко. Это все хорошо, это все отрабатывает вестибулярный аппарат. Не разглядать, ничего страшного, если там не будешь сразу ловить. Пробуй, 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 прыгай, лови. Вот такая работа. Третий раунд работы руками на мешках. Делаем тоже руки в силовой манере плюс перемещение. И уже добавляешь сюда уклоны и нырочки, которые ты сегодня уже отрабатывал. Да, в костей. То есть в основном старайся делать какое-то защитное действие, чтобы у тебя было точно, вот конкретно, да. Сразу рекомендую. После прямого делать уклон. Например, сразу, да. И уклон вправо. Делаем. И уклон. Вот прямые. После прямого, да. И в одну, и в другую сторону. Боковые начинать с уклона, например, можно. Сначала уклон. И боковой. Уклон. Боковой. Также можно с нырочка апперкоты. Сюда. И в таком режиме работать. Можно, конечно, любую защиту под любой удар делать. Но это такой оптимальный вариант, который можно сделать. С уклона боковой, например, не сильно практично. Так как после уклона ты дистанцию сокращаешь. Поэтому лучше ударить или апперкот, или боковой. Или после бокового сделать нырочек. Тоже так говорят. То есть ты делаешь защитные действия и до, и после удара. И в произвольной манере так работаешь. Силовой удар сделал. Защита. Защита. Силовой удар. Уклон. Силовой удар. И так работаешь, перемещаясь, двигаясь в целый раунд. Третий раунд. Работа двумя руками. Все движение оставляем. Начал и поехал. Двумя руками. Двумя ручками, когда работаешь, уже можно и до силу подбавить немножко больше. Если, конечно, у тебя получается работать с легкой силой, да, то тогда уже, конечно, можешь работать и в полную силу. Как сказать, немножко добавлять. Когда работа идет в хорошую силу, то делать перемещение становится гораздо сложнее. Связать углы гораздо сложнее. Так как мячик быстрее возвращается, и при этом по нему надо попадать ближе. Я ушел, а он возвращается туда, куда я стоял раньше. Поэтому мне надо на нему попадать. Не двигайся, двигайся, не двигайся. За время попадая в мячик. В таком принципе работать, стараясь это все делать свободно, легко, не забиваясь, не закрепощаясь. Легко выбрасывать ручки, выбивая мячик, отрабатывать глаза. Глаза изменят точно с ударом. Вторая серия. С левым локтем прямым. Да, на мешке это очень хорошо можно прочувствовать. Когда держишь левый локоть прямой, мешок должен согнуться. Встав, на выпаде с левой ноги. Я не толкаю мешок, я не толкаю крыльчатку, а делаю именно удар локтем. Для этого надо ручку согнуть побольше и выставить локоть. Как кофе туда пройдет. Затем добавляем правое колено и правый локоть. Тоже на мешке правый локоть бьем не сверху вниз, не чухая, потому что можно кожу поднимать. А тоже бьем в точку, только сверху. Чтобы для себя обозначили этот локоть. И в бою ты уже будешь бить его правильно. Стану работать с дистанцией, уклон, лирочек и север. Сместился, сместился. И в силовом режиме все три удара работают. Итак, сегодня у тебя заминочка будет довольно интересная и необычная. Для этого тебе понадобится стульчик. Это бед. Суть. Делаем пять упражнений. По кругу, без остановки. На протяжении одного раунда. То есть ты уже такое делал, а то, что если ты его как? Но сегодня у нас будет упражнение. Это зрято домашняя качалка. Не знаю, как это делать, это все делать. Но это, что на выносливость и силах будет выносливость. Итак, по пять повторений, подряд пять упражнений на протяжении пяти минут. Три пятерочки. Первое упражнение. Запрыгивание на стул. Плеса просто. Да, запрыгнуть, спрыгнуть. Сразу пять раз. Осторожно, чтобы стул не уехал. Ты вместе с ним. Второе. Сразу спрыгнул. Работает на трицепс. Руки на стуле. Да, такой холкной из хороших громадных упражнений. Все, ножки вытремил и поехал. Ага, работаешь пять раз. Очень хорошо грузил. И еще раз скажу так. Сделал. Сразу развернулся. Ноги на стул. Подъем в горку. Старайся не полностью подниматься. Просто задача оторвать спину от пола. Если этого достаточно, верхний пресс хорошо работает. Встал. Фронт-хитинг от стула. Сразу одной ногой. Пять одной ногой. Пять второй. Работал пять. И правый ножом. Хорошо ножки проработаешь. Укрепишь. И следующее упражнение. Отжимания с ногами на верхнюю часть груди. Встал. И сразу опять пошел. Запрыгивай. Пять раз. И в таком режиме работаешь. То есть стул хорошая штука. Такая немножко сложнее. И упражнение более интересное сделано. В таком режиме работаешь. Вперед. Продолжение следует... Продолжение следует...